Здравствуйте! В эфире снова программа «Бумеранг». Мы будем говорить о здоровье, нездоровье и, самое главное, о профилактике заболеваний. Сегодня у нас в студии гости главный токсиколог Министерства здравоохранения Чувашской Республики Александра Прохоровская и главный психиатр-нарколог Минздрава Чувашия Ирина Булыгина. Ирина Евгеньевна, для меня ваши пациенты делятся на пьющих, курящих и наркоманах. Права или нет? С точки зрения обычного человека вы правы, а в научной классификации все лица, которые потребляют психоактивные вещества, койма относятся, никотин, алкоголь и табак, делятся на следующие категории. Первая категория – это люди, которые вообще отказываются от потребления всех психоактивных веществ, то есть так называемая абстинента. Таких людей в популяции около 7%. Очень мало, к сожалению, надо туда всем уйти, да? Очень мало, но здесь, как говорится, дело времени, потому что сегодня количество лиц, которые отказываются от всех психоактивных веществ, становится больше. Во всем мире и в Чувашии, в частности. Вторая категория людей – это лица, которые потребляют психоактивные вещества, алкоголь, реже, чем 4 раза в месяц в суммарной дозе меньше, чем 300 миллилитров алкоголя. И уже тогда, когда это заклинивает свыше четырех раз и 300 миллилитров, это лица, которые злоупотребляют алкоголем. А вот, вы слушайте, у нас ведь по выходным и праздникам, которые случаются ежемесячно, мне кажется, тогда злоупотребляющими становится чуть ли не вся группа населения. Вот это особенность нашей наркологической культуры. То есть лица, которые, не будучи пациентами психиатра-нарколога, не страдающей зависимостью, являются наиболее сложной категорией. И мы сегодня несем премии медицинских потерь именно за счет лиц, которые не страдают алкогольной зависимостью. Они же не считают себя таковыми. Они действительно не такие. То есть даже однократное потребление алкоголя в высоких дозах, а доза определяется индивидуальной чувствительностью каждого организма, может привести к тому, что откроется ранее неизвестное заболевание или произойдет несчастный случай. То есть поэтому здесь очень необходимо четко понимать, что любая доза потребляемого алкоголя, а потом еще неизвестно какого качества, потому что проблема с качеством алкоголя является прегратива Александра Георгиевна, она проблемна, и можно выпить на каком-нибудь празднике. И здесь мы прекрасно видим, что... В лучшем случае, я говорю, умереть, а в худшем случае страдать дома. Здесь действительно согласны, как правило, именно в состоянии опьянения совершаются и убийства, в состоянии опьянения и кидают своих детей, и, соответственно, все инфаркты миокарда, гипертоническая болезнь и все другие серьезные поражения со стороны внутренних органов. Поэтому в празднике все люди отдыхают, в кавычках, а медицинские работники оказывают неотложную помощь в усиленном режиме. Два с половиной миллиона людей в мире умирает ежегодно от алкоголя, но это только вот говорят, что от алкогольных отравлений, да? Потому что сопутствующая масса заболеваний, это большое количество людей. А сколько в России, в Чувашской республике, и, может быть, какую-то оценку мы дадим по районам? Ну, по всем злоупотреблениям, алкоголе, табаку, токсикамаре. То есть, в целом, по лицам, которые состоят под наблюдением, число злоупотребляющих составляет около 13 тысяч населения. И здесь ведь злоупотребляющие сами не приходят, поскольку у нас в России, в том числе и в Чувашии, сохраняется тот миф, что я что, алкоголик, почему я пойду лечиться? И люди упускают момент проблемного пьянства. А вот... Вот это, мне кажется, самый главный вопрос, момент для наших телезрителей и радиослушателей, да? Это самое главное. Что если только у вас появилось желание, что что-то я делаю не так, да? Нужно немедленно, немедленно бежать. Я всегда задаю вопрос пациентам, а когда потребление алкоголя перестало тебе давать чувство свободы, то есть эйфория? Когда уже за потреблением алкоголя возникли проблемы, и каждый человек ретроспективно, постфактум, начинает говорить, это было несколько лет тому назад. И, как правило, к нам приходит, когда уже шило в мешке не утаишь, когда уже зависимость настолько сильна, что сам он справиться не может. Вот какая статистика? То есть на сегодняшний день, если мы посмотрим по субъектам Российской Федерации, я хочу сказать, что в Чуваше эта проблема представляет актуальность, но у нас с вами в республике самые низкие показатели алкогольных психозов среди регионов ПФО, и мы на шестом месте по количеству алкогольных психозов в Российской Федерации. Это относительно хорошо, потому что показатели алкогольных психозов являются маркером алкогольного неблагополучия в регионе. А для нас количество больных, которые приходят на лечение, а таких у нас где-то около 23 тысяч, это, с одной стороны, хорошо, потому что хуже будет тогда, когда они будут уже полностью распавшиеся. Поэтому вот сегодня приоритет отдается, и мы стараемся донести до каждого жителя республики и в рамках проекта «Мы за трезвой семейной традиции», который реализуется на территории нашей республики совместно с Республиканским советом женщин, в каждый район, что если есть проблемное потребление, лучше своевременно обратиться к специалисту, чем потом кусать локти и получать инвалидность, и оказывается без разума и интеллекта. Бальных алкоголизма среди несовершеннолетних у нас в республике нет, это наше счастье. Лица, которые страдают в зависимости от наркотиков, и лица, злоупотребляющие наркотиками, наркотиками около трех тысяч. В целом эта статистика относительно стабильная и не настолько страшная, чем в других регионах. Ну вот от курения в мире умирает 6 миллионов человек, плюс более полумиллиона пассивных курильщиков. Какая ситуация в России и в Чувашии? Официальной статистики в этом плане нет, но проводятся регулярные анкетные опросы, и на сегодняшний день все-таки считается, что вот медицинские последствия курения, они находятся на втором месте после потребления наркотических веществ. И здесь, здесь очень страшно пассивное курение. Они делают свой, они вносят свой вклад в любые заболевания. Это бронхиальная астма, никуда не деться. Это дети, которые ни в чем не повинны. Это, соответственно, у нас сердечно-сосудистые заболевания. Это болезнь Альцгеймера, я уже не говорю. В общем, курящий папа в семье, мало того, что самоубийца, еще и убийца. Наносит ущерб здоровью своего ребенка. И самое страшное, что эти дети не способны к обучению, если папа постоянно курит дома, мама курит дома. И поэтому это очень важная составляющая. Иметь здорового ребенка, значит, нужно отказаться от всех вредных факторов. А кто является клиентом токсиколога? Клиентами нашей службы являются больные с острыми химическими отравлениями. Это вещества различной теологии. Ну, в первую очередь, так сказать, в унисон с Риной Евгеньевой, хочу отметить, это острое алкогольное отравление, затем отравление лекарственными препаратами, отравление средствами бытовой химии, в частности, довольно-таки высок среди них отравление прижигающими жидкостями, ну, и различные отравления, которые встречаются чаще всего в летнее, весенне-осенний период. Это отравление грибами, различными растениями, укусы змей, что довольно-таки часто встречается в нашей республике. А вот какая картина по вашей нозологии, по Чувашской республике, если сравнивать с Россией, по ФО? Хочется сказать, что мы, в принципе, в пределах тех показателей, что и показатели Российской Федерации. И хочется отметить, что сейчас наметилось за последние, можно сказать, 10 лет и 5 лет особенно, значит, тенденции к уменьшению острых отравлений на территории нашей республики. В частности, в том числе и количество отравлений алкоголем, отравлений суррогатами алкоголя, уменьшилось количество отравлений средствами бытовой химии. У нас не было за последний год вообще отравлений наркотическими препаратами, в том числе и летальностью. Ну вот мне, я думаю, и телезрителям, радиослушателям тоже интересно, отравление лекарственное. Это ведь очень серьезно. Это что, это передозировки или это следствие вот того, что у нас такое количество аптек, и в принципе любое лекарство можно самому купить, и вот загнать себя в эту интоксикацию вообще достаточно легко. Я недавно была свидетелем того, как мама в аптеке передо мной говорит аптекарше, у ребенка сопли, а давайте что-нибудь. А может антибиотик дать? Я говорю, мама, что вы делаете вообще? Вот только идти к врачу. Ну, к сожалению, это довольно-таки часто встречается в наших аптеках, я тоже это наблюдала. Хочу отметить, что среди лекарственных отравлений наиболее, больший процент отравлений с целью самоубийства, так называемых суицидальных отравлений, они составляют где-то около 20-19%. Чаще всего это отравление препаратами психотропного действия, ну, типа, или седативными, снотворными. Но это тоже, вот этот стресс посеместный, да, от которого люди страдают, зависит, они пытаются его погасить сами, любыми ими понимаемыми средствами. Да, это условно социально-бытовыми факторами вот в настоящее время. Ну, и затем, значит, на втором месте, после употребления вот этих вот препаратов, они называются, это групп нейротоксического или нейротропного действия, это препараты кардиотоксического действия, то есть препараты, воздействующие негативно на сердечно-сосудистую систему. Среди них часто встречаются отравления теми препаратами, которые население, в принципе, принимает, ну, например, с целью лечения. Нет, это что, это получается аллергическая какая-то реакция организма возникает? Нет, нет. Просто либо случайно, либо вследствие передозировки, либо с целью самоубийства, вот в это самое. Это чаще всего это то, что доступно под рукой. И если человек в состоянии депрессии или какого-то аффективного состояния, на почве там конфликтов в семье или чего-то, они обычно хватают то, что дом под рукой. Вообще все отравления, они по группам делятся на бытовые, и, значит, на случайные, и преднамеренные. Среди всех отравлений 80% занимает отравление случайного характера. К ним относятся в первую очередь отравления различными прижигающими жидкостями. Это чаще всего либо нашатырный спирт, либо уксунокислота, которую случайно принимают старики, спутав с минеральной водой, либо с целью алкогольного опьянения нашатырный спирт мужчины принимают. Чаще всего это отравление перитроидами, то средствами для протравы от колорадского жука. Дихлофос, который, к счастью, сейчас в последнее время стало очень-очень мало. Ну и различные моющие средства. Чаще всего это порошки стиральные, различные мыла и так далее. Хлорка, наверное, да? То, что используется в быту, на кухне и так далее. Уважаемые эксперты, а как устроена служба ваша наркологическая и токсикологическая, например? Наркологическая служба населения Чувашской республики осуществляется в соответствии со стандартами, порядками оказания наркологической помощи. Этот стандарт единый для всей территории Российской Федерации. И у нас во всех центральных районных больницах есть кабинеты врача-психиатра-нарколога, которые все имеют сертификат. В этом плане мы с вами впереди Привозского федерального округа. У нас все 100% врачей, психиатров, наркологов имеют сертификат специалиста, имеют врачебные категории. Второе – это отделение при республиканском наркологическом диспансере в городе Новочебоксарск и в городе Шумерле. Это стационары и наркологические кабинеты при АллатРской психиатрической больнице и Шихазанской психиатрической больнице. А в Чебоксарах находится головное учреждение БУ «Республиканский наркологический диспансер», в структуре которого имеется как стационарное, так и амбулаторное подразделение, а также детско-подростковое отделение. И самое главное, что здесь развернут реабилитационный центр, на базе которого функционируют специальные школы для родственников больных. Вот это очень важный вопрос. Это один из самых важных вопросов, потому что, к сожалению, очень часто родственники звонят и говорят, вот он пьет, заберите, приезжайте. То есть пугают наркологической службы. А родственники, как в цивилизованных странах, должны сами прийти на прием к психиатру-наркологу, к психотерапевту, у нас есть медицинские психологи, специалисты по социальной работе. И объяснить ситуацию, и мы научим родственников психологическим техникам, которые позволят заставить лечиться того, кто не хочет признавать, что он имеет проблемное потребление алкоголя и наркотиков. И есть школа для родителей при детско-подростковом отделении. И вот здесь меня всегда поражает наша родительская несостоятельность и незаинтересованность. Проблем у ребенка есть. Ребенка доставляют в комиссию по делам несовершеннолетних. Мамочки с папочкой прописывают профилактическую программу. Поэтому эта программа специально проводится в вечернее время, специально делается так, что было бы без отрыва от производства и бесплатно, бюджетно. Но, извините, только 5% родителей, как правило, те, которые имеют образовательный статус, приходят в эту школу. Ну, наверное, чаще просто пьющие дети, да, это у проблемных родителей? Или сегодня это уже не всегда обязательно? Это абсолютно не соответствует действительности, потому что дети могут быть из любых семей. Только это те семьи, и очень часто те родители, которые только заняты повышением материальной своей обеспеченности. Они работают, зарабатывают какие-то деньги, а за этими богатствами они теряют, самое главное, своих детей. То есть это по-медицински называется дисфункциональные семьи, а по-человечески это называется в семье, где ребенку некому сказать о своем состоянии. И он слышит только «не болтай, дай отдохнуть, некогда отстань». В лучшем случае на тебе компьютер, да? А в лучшем случае на тебе деньги, иди куда-нибудь на эти деньги, погуляй, поразвлекайся, съезди куда-нибудь. И практически эти дети без любви, без общения с близкими. А вот кабинеты для анонимного... Да, да, да. На проспекте Ленина, 25, у нас кабинет анонимного лечения, где можно без документов, безо всего, подойти и прийти проконсультироваться с врачами и медицинскими психологами. Но я, обращаясь опять же к жителям нашей республики, хочу сказать, вот почему-то все считают, что поставят на учет в наркологии, вот, куда-то сообщат. То есть наша служба работает в соответствии с федеральным законом об основах охраны здоровья граждан. Учета у нас есть, у нас нет, у нас нет никакого учета, у нас есть наблюдение, как у терапевта, как у хирурга, как у стоматолога, на наблюдение по клиническим показаниям. И человек, который включается в лечебно-реабилитационную программу, он так же, как любой другой человек, не ограничивается ни в каких правах. И вот здесь вот такая вот законодательная вещь. Когда человек лечится бюджетно, тут оплаты нету. А когда он идет в анонимный кабинет, все формы анонимного лечения не входит в программу госгарантий, поэтому придется здесь раскошеливаться. И опять же, очень прошу жителей нашей республики, когда вы идете в какие-то частные структуры, они у нас есть, имеющие лицензию на работу и услуги в области психиатрии и наркологии, обязательно спрашивать эту лицензию, сертификат специалиста. Потому что, к сожалению, сегодня многие бывают гастролеры, которые якобы лечат. А каким образом организована токсикологическая служба в республике? Открыто отделение на базе неотложной терапии в больницу скорой медицинской помощи. Сейчас это отделение функционирует на 25 коек. Поскольку токсикологическая помощь – это помощь экстренная, то есть она оказывается всем по жизненно важным показаниям, неотложным состояниям, то, естественно, она включает в себя и реанимационную помощь, и терапевтическую помощь. И в качестве дифференциальной диагностики мы используем еще и других специалистов. Наше отделение, оно единственное в нашей республике. И поэтому, если, когда случаются какие-либо тяжелые отравления в любом районе, мы выезжаем на консультацию по санитарной авиации, либо непосредственно созваниваются по телефону, даем тут же консультацию. А скажите, пожалуйста, уважаемые эксперты, какая работа проводится вашими службами для снижения риска возникновения заболеваний вашей нозологии. Об этом уже выше сказала. Особенно среди сельского населения чаще всего бывают такие случаи отравления пестицидами, крысиным ядом и различными другими веществами. Кстати, укусы змей, как только начинается этот самый летний сезон, либо отравление грибами. Поэтому мы стараемся довести до населения информацию о том, что не нужно делать. И что нужно делать, если наступило, так сказать, случайное отравление. На втором месте, вот как я думаю, это совместная работа с Роспотребнадзором. В первую очередь, по качеству определения алкогольной продукции. В отношении лекарственных средств нужно тут отметить, что чаще всего, вот особенно, вид отравления встречается в детской службе. И чаще всего это происходит по недосмотру родителей. К счастью, процент отравления у детей не в тяжелой степени. В тяжелой степени отравления крайне редкие бывают. Вообще у нас сегодня, когда мы строим профилактическую работу, мы строим работу в рамках единого профилактического пространства. То есть это должна быть команда. Это педагог, социальный педагог, педагогический психолог. Это организатор, замдиректор по неклассной работе. И вот нашей службой проводятся целевые семинары по выявлению предикторов риска, выявлению факторов риска, которые могут способствовать потреблению алкоголя. Вот, кстати, в обществе очень долго дискутировался в средствах массовой информации вопрос о том, имеют ли право или не имеют право у нас тестировать наших детей на прием наркотиков. Чувашия до выхода федерального закона начала экспериментировать с проведением тестирования. То есть было решение Государственного антинаркотического комитета, было решение нашей правительственной... Несмотря на то, что у нас ведь и наркоманов-то очень мало, да? Но такая глубокая забота все-таки о последствиях. Для выявления. Было решение заседания нашей антинаркотической комиссии Чувашской республики, было решение, и мы начали со студентов. Первый год, когда мы проводили в 2012 году, у нас были три случая, и один случай – это был иностранный студент. В 2013 году у нас положительных результатов уже не было. И отказов на проведение медицинского тестирования тоже стало меньше. Само тестирование – это не столько выявить, сколько это предупредить развитие потребления наркотических веществ. И сегодня в арсенале родителей есть экспресс-тест-полоски, которые они в домашних условиях могут провести после дискотеки, чтобы потом не кусать локти. Консультацию врача-психиатра-нарколога можно получить не только в условиях лечебного учреждения, но и у нас есть консультативные наркологические пункты, при централизованной системе детских библиотек. Последние годы в наркологической службе ознаменовались, во-первых, появлением нового оборудования, которое позволяет определять не только традиционные наркотики, но и суперсовременные так называемые спайсы. Потому что сегодня говорят, вот, определять их не могут. Могут, могут. Второе – это технологии реабилитационного процесса, когда наша команда специалистов, психиатр-нарколог, психотерапевт наркологической службы и медицинский психолог работают в команде. И с этой целью у нас есть специальное психологическое оборудование – изменить его мотивацию. Это главная задача сегодня нашей службы. Это не вытрезвление в состоянии опьянения, а именно мотивировать его, показать, в чем признаки зависимости и как с ними бороться. У нас на территории республики реализуется проект «Мы за трезвые семейные традиции», который у нас получил грантовую поддержку в России. Руководитель этого проекта, руководитель женсовета Ольга Юрьевна Зайцева, и, соответственно, с женщинами ближе эта проблема, поэтому они этим занимаются. И вот с этой целью мы выезжаем в районы командой специалистов вместе с женсоветом, проводим специальные психологические тренинги и обучаем наших женщин, как сделать так, чтобы близкие, особенно их дети, не пили. У нас существует несколько групп анонимных алкоголиков. В этом хорошо работают клубы в Чебоксарах и в Новочебоксарске. И кроме этих групп, этих клубов, у нас существует группы Надежда, Орхидея, то есть для разных категорий граждан. Я не могу не задать вопрос о медицинских вытрезвителях. Два министерства не могли разделить полномочия, потому что у МВД не было полномочий их куда-то помещать, а у медиков... И условий уже не было, да, физически? Не было и условий, и помещений, не было таких функций. Все разрушили. Все было разрушено, здания были переданы уже и выкуплены этих медвотрезвителей, а медицинская часть в больнице стали вести тех, кто не требовал оказания медицинской помощи. Число таких лиц составляет по Российской Федерации до 70%. В настоящее время вопрос этот решен, медвотрезвитель возвращают, но в ином обновленном виде. Четко расписаны функции, четко расписаны обязанности всех ведомств. Но если я правильно понимаю, сегодня вообще глобальное решение этого вопроса лежит на муниципалитетах, которые должны найти деньги, найти помещение, организовать вот ту старую советскую структуру, которая и была. Ну и, уважаемые эксперты, завершая нашу программу, что бы вы хотели пожелать нашим телезрителям и радиослушателям? Для того, чтобы быть здоровым, не нужно многого. Нужно быть просто очень внимателен к себе и к окружающим. В первую очередь к детям, к старикам и к другим людям, которые нас окружают. Поэтому, пожалуйста, будьте осторожны. Мне кажется, что сегодня надо научиться радоваться жизни естественным путем. У нас сегодня в республике есть все условия для того, чтобы реализовать свой досуг так, чтобы выделялось большое количество эндорфинов. Не от того, что человек принял дозу алкоголя или накурился, а от того, что он получил такой кайф от плавания в бассейне, хождения на лыжах, от общения с близкими. Действительно, полюбить себя – это в ваших силах. Спасибо нашим экспертам и всем-всем доброго здоровья и позитивного мировосприятия. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова